Всем привет! Добро пожаловать в курс «Профессиональное сведение в электронной танцевальной музыке». Меня зовут Александр Владимиров, я являюсь преподавателем в Logic ProHelp. И давайте начнем разбирать такую сложную, объемную тему, как сведение. Для начала давайте разберем, что это такое, и моя ключевая задача в рамках этого урока — дать вам именно понимание того, что такое сведение, и для чего оно вообще необходимо, и как оно делается. То есть не знание того, как что-то сделать, а именно понимание процесса, потому что это очень-очень важно. Что такое сведение? Сведение — это, если очень по-простому, это обработка звука. Это то, как звук вы обрабатываете. То, как вы обрабатываете его эквалайзерами, компрессорами, ревербераторами, сатураторами. то, как вы выстраиваете громкость звуков, то, как вы делаете панорамирование. То есть у вас есть какие-то готовые дорожки с бочкой, с басом, со всеми остальными инструментами, и то, как вы их обработаете, это уже является сведением. И может возникнуть справедливый вопрос. Но если на этапе аранжировки я применял какую-то обработку, ну, скажем, sidechain для баса, это сведение или нет? Нет, здесь нужно рассказать о том, как происходит создание вообще музыки, ну, живой, по классическому такому варианту. По классическому варианту обстоит дело так. Приходит на студию группа, скажем, барабанщик, гитарист и вокалист. Они записывают песню непосредственно через микрофоны, и у них получается так называемый мультитрек. То есть все звуки, все вот эти партии, они записаны в виде аудиодорожек, которые называются мультитреком. Дальше этот мультитрек, он переходит уже так называемому миксинг-инженеру, человеку, который занимается именно сведением. И он начинает все эти звуки обрабатывать, все эти дорожки, начинает редактировать как-то, в общем, со всем этим как-то работать. И, по сути, это и есть сведение. Дальше он может отправить уже итоговый трек на мастеринг какому-то другому человеку, какому-то мастеринг-инженеру. Это уже называется мастеринг. Но это отдельная тема, у нас есть отдельный курс по этой тематике. Так вот, это классический вариант, когда все вот эти три основных этапа, то есть создание непосредственно самой аранжировки, сведение и мастеринг, они идут поэтапно, и они достаточно так четко разделены. В электронной же танцевальной музыке такого нету, нету этого разделения, потому что когда вы, допустим, добавляете какой-то мидбас, либо еще что-то, вы сразу можете сделать уже какую-то обработку, потому что на этапе аранжировки уже это можно делать. И в этом случае я выделяю два основных типа обработки. Первый тип обработки — это художественная или, ну скажем так, творческая обработка, и вторая обработка, второй тип обработки — это техническая обработка, которая, по сути, и попадает под разряд сведения. Поясню на конкретном примере. Скажем, мы открываем Alchemy. Вот родной синтезатор в Logic, мощный, классный, все супер. Внутри этого синтезатора есть эффекты, и как мы видим, что в мидбасе вот этого трека, который мы сейчас чуть позже прослушаем, уже есть много какой-то обработки. Есть и реверок, и фейзер, и дилей, и на басе нередко можно было бы использовать какой-нибудь дисторшн или сатуратор. Так вот, это сведение или это все-таки саунд-дизайн? Вот это я отношу именно к саунд-дизайну и отношу к художественной обработке звука, когда мы применяем, допустим, сатуратор для того, чтобы звук как-то исказить, чтобы бас или какой-то другой звук принял именно ту форму, тот тембр, тот звук, который нам нужен. И это именно называется, скажем так, художественная и творческая обработка звука. Разумеется, здесь вроде все понятно. Ну, то, что в синтезаторах, значит, это не обработка, это не сведение, все, здесь все понятно. Но ведь на самом деле, по большому счету, мы можем использовать не встроенный сатуратор, например, а внешний сатуратор. Ну, скажем, нам не нравится, как работает сатуратор внутри самого синтезатора, как бы банально это сейчас не звучало, это автология. Не было. Значит, и мы используем какой-то внешний, distortion, bitcrusher или distortion, один из, первый, второй, overdrive, то есть что-то внешнее, да, то, что есть у нас в лоджике. И вот это все равно может подходить под разряд художественной обработки. А вот уже техническая обработка или сведение, то, о чем мы больше сейчас будем говорить, это именно то, как мы используем те же самые инструменты, те же самые плагины, но лишь для того, чтобы немного улучшить звук. И ключевой момент заключается в том, что сведение, оно не должно исправлять что-либо, оно должно улучшать то, что есть. Именно улучшать. Вот это то, что я сейчас рекомендую вам вот просто поставить на паузу, записать большими буквами где-то на листе формата А4 или лучше даже побольше формата, большими буквами. Сведение, оно не исправляет ошибки, оно улучшает звук. Это очень важно. Исходя из этого, вообще процесс сведения и процесс создания трека, он приобретает совершенно иной окрас. Если сведение, оно не исправляет ошибки, если сведение, оно улучшает то, что уже есть, то как вообще с этим быть? А это означает то, что когда вы будете работать над аранжировкой, об этом я рассказывал в соответствующем курсе, то вам нужно выбрать наиболее классный, наиболее крутой, классный и качественный, например, кик. То есть вы берете сэмпл бочки, но такой, чтобы он уже сразу звучал максимально круто-классно. Не нужно никогда надеяться на то, что вы возьмете какой-то там захудалый кик и в дальнейшем что-то с ним сделаете и с помощью обработки он зазвучит. Такого не бывает, либо это бывает, но это достигается очень сложным, длинным путем. Вам нужно будет применить кучу обработки, а на самом деле гораздо проще было бы взять хороший кик, просто подобрать другой сэмпл. Например, у меня в этом конкретном треке использовалась вот такая вот эквализация, где я просто немного увеличил высокие частоты, добавив так называемый клик. Вот и вся обработка на бочке. И это не единожный такой пример, не единоразовый. И это постоянно так. То есть я когда подбираю ту же самую бочку, это очень важный элемент в треке, я делаю минимальную обработку, потому что я стараюсь сразу найти хороший сэмпл. Может возникнуть справедливый вопрос, ну как так, неужели звуки можно вообще не обрабатывать? Открою вам небольшой секрет. Практически все сэмплы, которые вы используете в своих треках, неважно клэпы, это бочки, хай-хеты или что угодно еще, они уже за вас обработаны. Вы этого не знаете, и мы этого действительно можем не знать, но они уже зачастую обработаны за вас. Потому что люди, которые делают эти самые сэмплы, они делают это как? Они берут, допустим, несколько бочек из других библиотек сэмплов, ну скажем, две бочки, и делают лейринг этой бочки, этих двух бочек. И у них получается новая своя бочка. Либо они берут какой-то синтезатор наподобие кик 2, либо бик кик, либо какой-то другой синтезатор бочки, создают там как бы с нуля этот кик и уже обрабатывают его для того, чтобы он максимально круто звучал. Поэтому, когда вы берете какие-то готовые сэмплы, то зачастую они уже за вас обработаны. И если вы их опять начнете обрабатывать, то, скорее всего, это не будет, ну, в общем-то, полезным и к чему хорошему не приведет. Очень яркий пример, я думаю, вы замечали, что частенько можно услышать хай-хеты, клэпы, перкуссию с реверберацией. Бывает такое, особенно если в лупах где-то, там уже сразу есть реверберация, вот это вот эхо. Вот он яркий пример того, как люди применяют уже какую-то обработку на самих сэмплах, и вы в дальнейшем это используете. Также аналогично внутри синтезаторов, если вы берете пресеты, там практически всегда уже есть какая-то обработка. Это очень важно. Поэтому ваша ключевая задача заключается в том, чтобы получить максимально классный, качественный звук на этапе аранжировки. И в электронно-танцевальной музыке это более чем реально. Это реально и так должно быть. Поэтому сразу скажу, что сведение, оно улучшает то, что есть, но не исправляет ошибки. Если звук звучит плохо, лучше заменить его на какой-то другой. Это относится уже больше к саунд-дизайну, к созданию аранжировки, но у нас есть об этом другой курс, который вы можете также приобрести и, в общем-то, понять, как это все работает. Поэтому, на самом деле, во всех своих треках у меня не так много обработки, как вы видите, буквально совсем чуть-чуть. И я считаю это абсолютно верным в случае с электронно-танцевальной музыкой. Окей, я надеюсь, это понятно. То есть изначально звук должен быть максимально крутой, классный, чтобы мы не исправляли его, а мы улучшали то, что есть. Теперь дальше. С чего мы начинаем сведение? Как обрабатывать звук и из чего начать обработку звука? Здесь все достаточно просто. Вам необходимо определить, какой или какие звуки в той или иной части трека у вас самые важные. Вот самые-самые важные. Поясню на конкретном примере. Давайте прослушаем вот этот вот трек и выберем, например, вот такой вот кусочек. Допустим, вот этот вот. Вот в этой части самые главные элементы их всего ничего. Смотрите, здесь очень много дорожек, да? Вот если так посмотреть, дорожек много, не так ли? Вот видите, приличное количество. Но по факту, по факту, в этой части самые главные элементы это бочка и бас. Три элемента по большому счету. Ну, даже я бы сказал два элемента, потому что бас состоит из двух слоев и бочка. То есть я рассматриваю бас как отдельный элемент, кик как отдельный элемент. И также важен вокал. Вот и все. Состоящий из двух слоев. Даже из одного. Вот этот у нас на самом деле здесь замутирован. И получается, что в этой части трека все, что мне нужно сделать, мне нужно сделать обработку звука именно вот так, чтобы круто звучали бочка, бас и вокал. И слушая их вместе... Мне нравится, как это звучит. То есть хорошо звучит бас, хорошо звучит вокал. Все супер. Остальные элементы, такие как клэпы, хай-хэты, лупы, пэды, шумовые фиксы, какие-то вот такие брасы, которые тоже здесь есть. Это второстепенные элементы. И мы начинаем только с того, что самое главное. То есть, иными словами, когда я делаю обработку этого звука, этого вообще трека, и когда я делал сведение этого трека, то я засолировал только вот эти вот три элемента. Бочку, бас и вокал. И я обрабатывал все это дело так, чтобы это звучало круто. Фактически даже здесь я начал, насколько я помню, с вокала. То есть я сначала обработал вокал так, чтобы он, в принципе, звучал максимально круто, классно. Здесь вся обработка, она идет групповая. Здесь достаточно много плагинов. Мы это будем чуть позже разбирать. Моя задача вам продемонстрировать то, что при создании трека нужно задавать себе вопрос, что самое главное в том или ином участке трека. Я часто делаю сведения чужой музыки, и прежде чем заниматься сведением, я сижу и минут 5-10, а то и 15 внимательно слушаю трек и прям выписываю. Это не шутки, это действительно так. Я действительно выписываю главные элементы, которые являются самыми важными в том или ином участке трека. И это действительно важно, потому что если вы попытаетесь начать с не самых главных элементов, то у вас пазл не сойдется. Если вы начнете с самых важных элементов, то у вас пазл сойдется. И поэтому всегда задавайте себе вопрос, что самое главное в той или иной части вашего трека. Например, дальше, вот в этой части уже, скажем так, главные роли немного меняются. Если мы сейчас послушаем это дело. По факту здесь добавляется еще один элемент, вот эта вот мелодия, и она здесь является главной. И поэтому, когда я делал вот эту вот часть, да, трек, когда я работал над этой частью трека, у меня уже были готовы бас с киком, и дальше я просто-напросто добавил сюда мелодию. И все, я начал обрабатывать мелодию так, чтобы она звучала максимально круто-классно. И если это все звучит хорошо, то все супер. Дальше можно уже было добавить вокал, потому что он все-таки, я считаю, не столь важен, как мелодия. Все-таки мелодия здесь имеет не меньшую роль, не меньшее значение, чем вот этот вокал. И вот все остальные, опять же повторюсь, элементы, типа клэпов, хай-хетов, это все второстепенно. Это то, что мы будем делать уже чуть позже. И давайте еще вот инструментал, у меня есть финальная часть, ее еще прослушаем. По факту здесь самые главные вокал-чопы. И даже не вот эти вот колокольчики. Они здесь тоже важны, но они все-таки имеют второстепенное значение. Вот это вот мелодия. Все-таки основной акцент при создании этого трека я хотел сделать вот именно в этой части, я хотел сделать на вот эти вот вокал-чопы. И поэтому по большому счету все, что мне нужно было сделать, это максимально круто-классно обработать именно эти вокал-чопы, чтобы они звучали хорошо. И только потом я уже добавил сюда вот эти вот мелодии. И вот когда вот эти основные главные элементы готовы, то дальше мы можем переходить уже к созданию клэпов, хай-хетов, к обработке там пэдов, стрингсов. Видите, здесь же еще скрипки у нас добавляются, но по факту это второстепенные элементы. Так вот, как со всем этим работать? Смотрите, например, вы работаете с вокалом. Сначала у вас вокал, он самый важный. Вы, допустим, сделали все, вокал, бочка, бас, у вас звучит круто-классно. Дальше вы добавляете, скажем, клэпы. И если вы чувствуете, что клэпы начинают каким-то образом мешать вокалу, ну, такое вряд ли возможно, но тем не менее, если такое происходит, всякое бывает, то вам нужно задать себе вопрос, что важнее, клэпы или вокал? И поскольку ответ, скорее всего, будет главный вокал, то вам необходимо клэпы обработать так, чтобы они не мешали вашему вокалу, не мешали ни бочке, ни басу, но при этом хорошо звучали и дополняли эти важные элементы. Все, если так получилось, то все супер. Очень хорошая история с пэдом. Если вы добавляете пэд и вы обрабатываете пэд, то вам нужно сделать так, чтобы пэд, он словно обволакивал ваши главные элементы, он заполнял пространство пустое, но не перебивал важные элементы, чтобы вокал был так же отчетливо слышен, когда звучит пэд, как и без него. И пэд, чтобы он просто аккомпанимировал немного вашему главному инструменту. Это реально очень важно, я сейчас много об этом говорю, но я хочу, чтобы вы действительно поняли, насколько это важно, потому что расскажу реальную историю, свои практики, когда я начинал делать сведения чужой музыки, то у меня, правда, ничего не получалось. И причина была очень простая. Я начинал, как попало. То есть я начинал, вот как в проекте идет там сверху, не знаю, идет какой-нибудь хай-хэт, ну, грубо говоря, я с хай-хэтом и начинал. Вот, и в итоге, когда я доходил до реально важных элементов, то им просто уже не хватало места, и пазл не складывался. Чуть позже я узнал, что нужно начинать с главных элементов. Я начал, как я уже сказал, внимательно слушать проект и выделять то, что самое главное, прям выписывать это. И в итоге, когда я начал делать сведение самых важных элементов, все стало гораздо проще. У меня стало получаться делать сведение, это все стало гораздо быстрее, потому что в дальнейшем, когда у вас главные элементы уже хорошо настроены, вы просто добавляете хай-хэт, вам нужно его там чуть-чуть по громкости отбалансировать, и все, и этого достаточно, чтобы он уже хорошо лег в ваш микс, потому что основные элементы звучат хорошо. Я надеюсь, здесь понятно. Давайте разберем, какие элементы самые могут быть главные. Ну, допустим, если мы говорим о дропе, о кульминации, я думаю, многие уже знают, что такое дроп, это прям самая кульминация трека, то самые главные элементы в основном это бочка, бас и лид. Это свойственно многим жанрам музыки, например, фестивальный прогрессив хаос или бигрум, там, где бочка, бас звучат и какой-то лид. Бывают вообще ситуации, когда самые главные в дропе это только бочка и бас, ну вот как у меня написано здесь. Это применимо для таких стилей музыки, как drum and bass, например, там много басов и бочка, ну там еще snare очень важен на самом деле, то есть в ломаных ритмах, в трэпе, в хип-хопе, в drum and bass и в дабстепе, я считаю, очень важен еще всегда snare. То есть кик и snare тоже важные элементы и плюс бас. Также во фьючер-хаусе, в каком-нибудь тоже дип-хаусе, в электро-хаусе бочка-бас самый важный. Также бывает очень важно, что мы начинаем там с бочки, с баса и с вокала, то есть вот эти три основных элемента. Чаще всего именно так и бывает. Для ямы, ну, например, мелодия, какая-то основная лидирующая партия плюс вокал, какие-то гитары плюс пэды, например, или вокалы-скрипки, здесь уже гораздо больше вариаций. Поэтому вам нужно ответить для себя, что в вашей миксе самое главное. Поэтому прямо сейчас поставьте на паузу и выпишите, прямо вот потратите эту полминутки времени и напишите, что самое главное в вашем треке в дропе, что самое главное в вашем треке в яме. Это будет очень полезное упражнение, которое я лично сам практически всегда делаю, когда свожу чужую музыку, ну и свою в том числе. Я надеюсь, здесь понятно. Второй момент, который я считаю очень важен при сведении, это то, что вам необходимо все красиво разукрасить и все нужно переименовать так, как вам удобно. Почему это действительно важно? Потому что когда вы занимаетесь творческой деятельностью, когда вы делаете аранжировку, то еще куда ни шло. Вы можете там как-то, знаете, в творческом порыве, в таком творческом беспорядке как-то там обзывать неправильно вот эти вот дорожки. То есть у вас пока может быть такой бардак небольшой. Но когда вы делаете сведения, очень важно, чтобы у вас было все переименовано, потому что вы будете делать группы инструментов. Очень удобно, когда все это переименовано красиво и аккуратно. Поверьте, это просто такая штука, которая используется среди профессионалов. То есть любой профессионал, он все оформляет очень красиво и аккуратно. Почему? Потому что в некоторых случаях проектами приходится обмениваться. И если все оформлено как попало, то человек, с которым вы обмениваетесь проектом, он ничего не поймет. И от этого будет только хуже всем на самом деле. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы у вас все было красиво разукрашено. Но вы можете отметить для себя, что у вас там одни звуки будут определенного цвета, другие другого и так далее. Также работайте с маркерами. Это тоже очень помогает и на этапе сведения в том числе. Поэтому вообще маркеры я разбирал на уроке по аранжировке. Но когда я делаю сведения чужой музыки, я реально расставляю маркеры. То есть мне присылают мультитрек. Я быстренько расставляю маркеры, чтобы понимать, где какая часть трека. Так мне проще ориентироваться, что вот он дроп. В нем самые главные эти элементы. Вот он там яма, брейкдаун. Там другие элементы главные. То есть это очень важно, поэтому не забывайте. Окей, с этим, я думаю, понятно. Дальше это референсы. Треки референсы. Очень важно при сведении музыки использовать референсные треки. Я думаю, многие знают, что такое референсы. Это эталонные композиции, на которые мы равняемся при создании своих собственных. Например, здесь у меня тоже, как вы видите, есть определенный референс. Сейчас я его включу. Только вырублю здесь мастеринг. И на него я ориентировался при сведении этого трека, ну и вообще при создании этого трека. Естественно, мой трек звучит иначе. Он не звучит так, как референс. Но ключевой момент заключается не в том, чтобы повторить звучание референса, а в том, чтобы тот трек, который делаете вы, был ничуть не хуже референса. Чтобы он был такой же мощный, такой же качающий, такой же объемный, насыщенный. То есть по всем параметрам он не уступал референсу. Я всегда привожу такой пример с автомобилями. Скажем, представьте, вы хотите создать новый автомобиль, и ваша задача не скопировать BMW или Mercedes. Нет, ни в коем разе. Ваша задача сделать машину, которая будет того же класса, того же уровня, такой же надежной, такой же статусной, как и Mercedes или BMW. То есть ваша задача сделать свою машину, но не хуже этих вот именно марок. Задача не сделать запорожец, не сделать машину уровня автопрома российского, а сделать машину уровня хороших брендов, хороших марок машин. То есть я думаю, здесь идея абсолютно ясна и понятна. Окей, то есть это референсы. Референс я всегда загружаю вверху, перепишу, что это референс, мутирую его, и затем просто вот так вот переключаюсь. Это очень легко, очень быстро. Вот видите, одним нажатием буквально я могу сравнить свой трек с референсным. Референсный трек лучше делать потише, потому что он с мастерингом, а то, что делаете вы, пока что без мастеринга. И в этом случае референс будет звучать громче вашего трека, и вам будет всегда казаться, что референс звучит круче. Но дело просто в том, что он звучит громче. Поэтому вы ставите громкость референса ниже, чтобы громкости вашего трека и рефа были на одном уровне. Тогда это будет честным. Сейчас я уже оставляю как есть, потому что мастеринг у меня сделан, поэтому можно сравнивать именно таким образом. Для чего это нужно? Вы просто переключаетесь периодически со своего трека на референс. Правило простое. Вот возьмите вот такой вот именно диапазон 20-30 минут. Каждые 20-30 минут вы берете и переключаетесь на референсный трек. Все. И даже если вы будете просто это делать, вы даже не будете задумываться о том, что там, как, звучит, не звучит, вы не будете сравнить, вы просто будете переключаться, то поверьте, вы просто обратите внимание, что в вашем треке, например, совершенно не качает бочка. Совершенно не качает бочка, вы слушаете референс, блин, в нем качает. Почему? Непонятно, надо выяснять. То есть это, знаете, как такой отрезвляющий эффект, такой холодный душ, который вы принимаете раз в 20-30 минут, чтобы понять, что в вашем треке хорошо, а что плохо. Это очень важный момент. Поэтому я очень часто переключаюсь на референс, чтобы лучше понять, как вообще звучит мой трек. Потому что если вы будете сравнивать свой трек с референсом только уже в конце, то есть вы сделали сведение, и вы уже практически сделали мастеринг, и такие потом, а давай-ка сравню с рефом, поверьте, это не работает. Потому что потом вы начнете сравнивать с рефом, вы поймете, что ваш трек звучит совершенно не так, как референс, и вам придется все абсолютно полностью перелопачивать. Гораздо лучше, гораздо эффективнее сразу, постепенно уже сверяться с рефом и строить дом правильно. То есть вот это очень-очень важно. Поэтому референсные треки я всегда использую, загружаю их наверх, делаю тише, и каждые 15-20-30 минут переключаюсь на референс, просто чтобы освежить свои уши и понять, конкурентно звучит мой трек или нет. Где брать референсы? Референсы, разумеется, в идеале должны быть в формате WAV, они должны быть куплены с официальных магазинов, там Bitport, например, и так далее. Но мы все прекрасно понимаем, что не у всех там есть деньги на это. Это, в общем, просто найдите хорошую MP3-шку с какого-то надежного источника, чтобы это не была какая-то, знаете, MP3-шка там непонятного качества, чтобы это был хороший прям уровень. В принципе, даже на тех же торрентах можно найти флаковские иногда версии тех или иных треков. Сами же треки референсные какие могут быть? Это номинаты на премию Грэмми. В электронно-танцевальной музыке тоже есть номинация на лучшую, собственно, электронную композицию. Грэмми, если кто не знает, это своего рода аналог Оскара. Если Оскар это в кинематографе, то Грэмми это в области музыки. Огромное количество номинаций в совершенно разных жанрах, и в том числе там есть электронно-танцевальная музыка. Также, конечно, треки из топа, Битпорта, Билборда, Яндекс.Музыка, iTunes, Google Music, Apple Music, то есть любые абсолютно какие-то стриминговые сервисы. Spotify, например, сейчас у нас появился в России. То есть в любом случае, там, где вы слушаете музыку, возьмите топ этих самых стриминговых сервисов и послушайте, что там. Ну и, конечно, песни именно с FM-радиостанцией, не интернет-радиостанцией, а именно с FM-радиостанцией. Оттуда тоже можно спокойно брать референсные треки. Это на тот случай, если вы не знаете, какой трек референсный, а какой нет, потому что в действительности не всегда чужой трек является референсом. Мне иногда присылают как бы референсные треки, но я их слушаю и такой, звучит он, мягко говоря, не очень. И брать его за референс, ну, не совсем корректно. Поэтому все-таки я считаю, что референсы должны быть максимально классными, качественными, крутыми, чтобы мы ориентировались на самые лучшие композиции. Окей, здесь, я думаю, тоже понятно. Давайте подытожим. У нас есть художественная обработка, а у нас есть техническая обработка. Художественная обработка — это то, что мы делаем для того, чтобы как-то преобразить звук. Чаще всего такая обработка, она идет внутри самого синтезатора. Также постараемся найти максимально классные, качественные звуки изначально, чтобы у вас уже круто звучали синты, круто звучали все сэмплы. Напомню, что многие сэмплы, почти все сэмплы, сейчас они уже обработаны, если мы говорим об электронной танцевальной музыке. Также нам нужно определить, что в вашем миксе самое главное, что главное в дропе, что главное в яме, что главное в какой-то там дэнс-части и так далее. Также желательно все красиво оформлять, чтобы было удобно и вам, и другим людям, с кем вы будете коммуницировать. И также используйте референсные треки, где их искать я подсказал. Делайте их тише, и каждые 15-20-30 минут переключайтесь со своего трека на референс. И теперь еще одна концепция, которая является очень-очень важной, и она сейчас объясняет практически все, о чем я рассказывал. Это визуальное представление вашего микса. Когда вы создаете трек, представьте, что ваш микс, он на самом деле представляет собой какое-то трехмерное пространство, внутри которого звучат все ваши звуки. Например, бочка бас. Естественно, она звучит вот где-то здесь, внизу. Почему? Потому что если по вертикали у нас частота, то есть представьте, у нас снизу низкие частоты, посередине средние, вверху высокие. Ну все как вот абсолютно логично. Снизу низкие звуки, сверху высокие. Так же, как на колонках, например, ваших. Вверху у нас высокочастотные пищалки, а внизу у нас низкочастотные. Ну а сабвуфер может вообще стоять где-то на полу. Аналогично и здесь. Также слева направо у нас панорамирование, то есть мы звуки можем уводить одни влево, другие вправо. И также громкость отвечает за глубину вашего микса. То есть чем звук более далек от вас, тем он более тихий, и, соответственно, вы можете так выстраивать планы в своей музыке. Так вот, вам нужно эту концепцию для себя понять, потому что она очень сильно помогает при создании треков и при сведении треков. Мы к ней будем еще возвращаться неоднократно, но сейчас просто поясню. Допустим, вы делаете трек, и у вас есть бочка и бас. Они звучат на низких частотах, они звучат вот здесь вот в центре. Они здесь и должны звучать, между ними конфликт решается с помощью сайда чейна. Дальше, например, здесь у вас звучит вокал. Он может звучать не очень-то широко, например, на средних частотах, ну, примерно здесь. А по бокам у вас может звучать какой-то лид или пэт, например, он прямо заполняет пространство по бокам на тех же самых средних частотах. Сверху у вас могут быть различные хай-хеты, например, цимбалы, да, какие-то тарелки. И все. И это отлично умещается в картину этого микса. Если же вы будете стараться все звуки сделать главными, чтобы все они были на первом плане, и чтобы все их было слышно, как иногда делают многие люди, то в этом случае даже чисто физически у вас просто не получится уместить все эти звуки в одно место, потому что пространство, оно реально ограничено. От нескольких герц до 20-25 максимум килогерц это ограничение по частотам. Панорама тоже имеет свои ограничения. Тут не бесконечное, да, как бы, пространство. То же самое в глубину. Мы не можем углублять вообще прям вот, я не знаю, там до бесконечности звуки. Это пространство, оно реально ограничено. И для того, чтобы грамотно им пользоваться, вам необходимо определить, что в вашем треке самое главное. Именно эти элементы будут заполнять большую часть этого пространства, и именно они будут звучать на первом плане. Все остальные звуки, они будут звучать где-то на заднем плане, и они будут заполнять те вот эти пустоты, которые у нас имеются. Это очень важно понять. Это такая очень важная базовая концепция. Мы к ней еще, повторюсь, вернемся. Ну и напоследок, некий такой бонус, то, где брать мультитреки. То есть если у вас сейчас вдруг по той или иной причине нету каких-то готовых треков, которые вы могли бы сводить, но вы приобрели этот курс, потому что вы хотите изучить сведения, то я рекомендую вам вот такой вот сайт. Здесь представлен огроменный каталог, просто большая база мультитреков, различные композиции, которые вы можете прослушать. И если они вам понравились, то вы можете быстро скачать мультитрек. То есть все дорожки, вот 20 дорожек, вы их просто загружаете в свой проект, в Logic, и вы можете тренироваться над сведением именно этих композиций. То есть, в принципе, можете спокойно это сделать. Здесь очень большое количество треков в разных совершенно стилях. Просто слушайте, если нравится, то скачивайте и используйте эти мультитреки для тренировки. В общем-то и все. Итак, на этом вводный урок закончен. Уже сейчас у вас есть домашнее задание, а именно красиво оформить все внутри вашего проекта. Также определить, что самое главное в вашем миксе. И позаботиться еще раз о том, чтобы изначально все в вашем треке звучало круто. Чтобы когда вы занимались сведением, вы не занимались исправлением чего-то, а вы занимались улучшением вашего трека, улучшением вашей аранжировки. Это очень важно. Также, если у вас еще нет своих треков, то возьмите мультитрек, любой мультитрек из того сайта, о котором я говорил, и проработайте. Также еще подумайте над тем, где в вашем миксе будут располагаться те или иные звуки. То есть, прямо нарисуйте такую штуку от руки и нарисуйте, например, дроп в дропе. Какие элементы где располагаются? То есть, что у вас будет располагаться в этой части, в этой части, в этой части. То есть, расположите инструменты внутри этого виртуального пространства. Это будет схематично, но это очень поможет вам понять концепцию создания трека и концепцию сведения музыки. На этом сводном видео все. Проработайте все, что вы узнали на этом уроке, выполните простые домашние задания, и дальше мы перейдем уже к сведению вашего микса.